привет ну как догадались хочу поговорить сегодня вот о такой плате это плата нода mcu на вайфай модули esp826 12 модель е12е 12 модель отличается тем что 12 сзади еще пины выведены классная интересная плата на самом деле у меня уже где-то полгода она лежит вот я пытался и значит несколько по-иному запустить но на данный момент нашел другой способ более простой и вот хочу рассказать как ее применить что можно с этим делать значит тут с обратной стороны сайт указан но даемся и ком написано еще так же что тут значит исходный код разработки первую установить значит драйвер cp 2102 использовать битрейт 9600 и подключиться и и наслаждаться на это так вот что с ней я также покупал вот такую motor shield здесь микросхемка установлена l 293 d там такая но я его не проверял не пробовал в дальнейшем планирую им заняться значит что здесь вот тут находится преобразователь микросхемка вот здесь вот он cp 2102 вот этот преобразователь для usb две кнопочки находятся здесь рез это и флэш значит ноги все здесь подписаны здесь идет с этой стороны я вот уже нашел такую сети картины что он распечатал для удобства здесь какая особенность идет у него значит вот эти ноги например на вот d5 d6 d7 вот они значит а так они идут вот как джеки у 14 12 13 15 ну и как видимо то есть tx и rx вот идут мисом оси вот эти все 33 вольта земля вот так вот значит что по функционалу вообще эта плата она помощнее получше будет чем вот чем вот это arduino например да и частота повыше там и памяти побольше так что перейдем к практике так для того чтобы значит установить работать с этой платой необходимо необходимо сначала нам ее установить установить в arduino IDE заходим в настройки здесь в настройках что делаем вот в этом месте вот менеджер плат идет вот пишем вот такую строку arduino.sp826.com слэш и так далее вот такого содержание строка нажимаем ok установлена затем идем где в инструменты так я уже установил ее так плата вот сюда менеджер плат борт менеджер нажимаем так и что же сделаем здесь мы начинаем поиск так вот он притупил пишем esp esp и вот он нам находит у меня вот это вот уже установлено и вот устанавливаем после этого по моему надо будет перезагрузить программу не помню точно так начинает что-то подвисать и вот здесь вот у нас выбираем плату вот здесь ничего не меняем вот опять показывают здесь указана скорость 115200 а на плате было написано 9600 но тем не менее все работает здесь указываем ком порт который будет у нас используются вот то есть только устанавливаем плату и порт все больше ничего не трогаем для того чтобы показать как она работает вот есть такой пример стандартный блинк то есть мигание светодиодом вот он есть в примерах вот так же пин мода здесь 13 указываем вот и залью его сейчас на плату при первом подключение вот здесь вот мигает светодиод сразу вот и что заливая этот скач на плату вот так вот она выглядит так вот она начинает загрузку то начинает мигать его здесь вот идет процесс загрузки вот так показываю вот при первом подключении при первой загрузке он очень долго компилирует но затем вот он повторно уже быстро это все делает все загрузилось сейчас надо подключить к ногам светодиод сейчас после загрузки что я сделаю я вот подключил таким образом макетную плату поставлю и что у меня было и подключил вот обычный светодиод лучше с резистором но я без резистора поставлю значит там было что у меня 13 вывод gpu да вот он 13 это это d7 на плате здесь соответственно плюс сюда поставлю и минус поставлю вот на землю так сейчас будем искать d7 и землю оп угадал и вот он горит таким образом вот blink работает здорово да отлично но теперь значит есть у меня еще один пример более интересный сейчас покажу так что же можно делать еще кроме как мигать светодиодом можно включать этот светодиод и выключать при помощи вай фай то есть создать веб-сервер и через интернет включать и выключать этот светодиод сейчас покажу как это делать так сейчас я сделал что поменял во первых ноги я поставил светодиод плюс светодиоды вот на gpu 14 на d5 минус на землю для удобства чтобы это было поближе ну соответственно пришлось в кодик кое-что поменять вот теперь что по коду значит чтобы открыть код открываем образцы затем esp8266 wi-fi и вот этот wi-fi веб-сервер вот этот код у меня уже открыт значит что здесь здесь указываем значит имя точки доступа и пароль точки доступа вот вай фай и далее вот оно все здесь скорость указана я поменял взять gpu 14 вот пин мода 14 везде где он там по умолчанию по мо 2 стоял gpu 2 везде ну в принципе вот я где было везде его поменял на 14 вот значит вот здесь указано что при вот этом вот значение gpu 0 значит и gpu 1 0 значит у нас будет светодиод тухнуть 1 светодиод гореть то есть минус и плюс будет на этом выводе ну вот он весь код в принципе сейчас что я уже залил скетч открою монитор порта вот он что выдает вот он сразу уже подключился у меня быстренько так вот он вай фай сервер и вот она значит сейчас что делаю открываю браузер и вот он в браузере вот то что показывает длипио 0 и соответственно надпись пишет светодиод горит ну и вот он не горит для того чтобы включить светодиод необходимо значит необходимо здесь поставить 1 enter и вот он пишет светодиод горит светодиод горит здорово вот так он для наглядности сделаю 0 выключился так единичку пишем включился значит где монитор порта вот здесь мониторе порта соответственно все это дело отображается аналогично вот так работает очень классная вещь с помощью этого можно делать всякие интересные штуки можно с помощью например об инвентора приложение сделать для мобильного телефона и с помощью мобильного телефона также включать выключать устройство вот именно с помощью вот этой вот классной платки ну и хотел еще добавить есть у меня еще вот такая интересная плата покупал я ее купил раньше без батарей конечно шла вот так примерно выглядит работает но тут пайка неплохая здесь esp 12 серия что здесь по этой плате здесь rgb светодиод стоит вот здесь диоды стоят сколько штук то 6 7 здесь питание идет подключается так и что тут что тут у меня идет здесь rxtx да 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 вот тут еще есть перемычка здесь выводы gpu эти все выведены вот и фоторезистор вот ну в чем особенность она в принципе схожи вот с этой платой вот единственно здесь программирование составляется вот по уарту через rxtx вот когда она мне пришла там она работает через приложение с мобильного телефона можно вот я его нашел скачал но она у меня не захотела соединяться с телефоном что-то там не заработал одним словом почему-то вот так что я перепрошивал вот что-то долго но потом забросил это дело но суть в том что есть вот такая плата и когда у меня будет время я добью ее вам обязательно покажу а вот сейчас пока только вот с этой разобрался вот ну спасибо за просмотр пока